Митинг памяти боевого и трудового подвига прошел сегодня у памятника портовика. Эту традицию уже многие годы поддерживает Ненецкое профессиональное училище. Почему именно сквер морского порта становится местом торжества, расскажет Любовь Пермякова. У этого места особая энергетика и история. История, соединившая несколько поколений. В 30-е годы здесь был центр города – Красная площадь. В 1946 году был установлен первый памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Им стал самолет Як-7Б. Во время войны он был построен на средства жителей города и передан наринмарцами летчику-герою Советского Союза Алексею Тарасову. На нем отчаянный ас совершил 13 боевых вылетов. Простоял памятник 10 лет. Его судьба оказалась печальной. В 1956 году памятник был демонтирован, так как долгое время им никто не занимался. После письма ветеранов в окружком партию, все, что смогли найти на свалке, а именно двигатель, вернули в город. В 1980 году по инициативе работников порта на этом месте был установлен памятник наринмарским портовикам. Действительно, предприятие «Порт» – это было крупнейшее предприятие, город – одно из крупнейших. И действительно, в годы войны заслуги портовиков были значительные. Не только, как и все остальные, поддерживали фронт, в тылу ковали победу. Но здесь это было еще и режимное предприятие, поскольку в порт заходили суда беломорская военная флотилия, которая обеспечивала безопасность рубежей нашего округа в годы Великой Отечественной войны. Да и сами портовики, очень многие из работников порта ушли на фронт. Не вернулись 118 человек. В 1987 году были проведены дополнительные работы по оформлению памятника. Установили 12 бетонных постаментов с плитами, на которых высечены имена портовиков, погибших в годы войны. За памятником ухаживают студенты училища, а в канун Дня Победы ежегодно проводят здесь торжественный митинг. Мероприятие такое гражданско-патриотического плана. Вы видели сегодня, что у нас и смена караула, и возложение венка было к памятнику. Это все наши обучающиеся, это наши ребята. С ними на протяжении уже трех недель проходили подготовка, тренировки. То есть они очень ответственно подошли к этому моменту. И сегодня, я думаю, что они достойно все представили. На встречу к молодому поколению пришел ветеран Василий Самойлов, представители власти и студенты аграрно-экономического техникума. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.